привет друзья сегодня в этот морозный погожий денек речь у нас с вами пойдет о компасе mk1 а точнее сказать даже о двух советских компасах это армейский компас mk1 его старший брат хорошо вам всем известный компас адрианова оба этих навигационных инструмента являются образцами армейских компасов ссср правда в отличие от компаса адрианова mk1 прослужил советской армии совсем недолго и сейчас я вам расскажу об этом замечательном я считаю неоправданно забытым компасе mk1 расскажу историю его создания историю конкретно вот этого моего компаса также как он устроен как им пользоваться и конкретные примеры по ориентированию на местности мы еще обязательно сравним оба этих компаса я вам расскажу чем на мой взгляд mk1 лучше для ориентирования и также коснемся немаловажные детали это радиоактивная краска на отдельных элементах в частности компаса адрианова который вы так часто пишите в комментариях расскажу вам все нюансы ну что ж поехали у меня в руках армейский компас mk1 образца 1990 года к слову сказать это последний гособоронзаказ ссср вообще на компасы то есть можно сказать что это такой у меня последний из магикан рассчитан госзаказ был на 5 лет то есть в течение пяти лет до 1995 года в армейские подразделения на всей территории ссср должны были поступить в пользование вот такие вот компасы которые пришли бы на смену уже морально устаревшим к тому времени компасом адрианова ну и конечно же позже планировалось его массовое распространение для гражданского использования однако по известным причинам этого не случилось концу 91 года союз распался и эти компасы мк-1 поступили воинские части в довольно ограниченном количестве а многие из них так и остались лежать невостребованными на складах впрочем через какое-то время этим воспользовались коммерсанты большинство военторгов перешло на коммерческую основу также стали появляться всякие около туристической военные частные магазины которые скупали с военных складов все нереализованное советское обмундирование оборудование снаряжение и в частности компасы у меня в руках один из таких компасов который с 90-х годов благополучно пролежал у меня в гараже а все это время я продолжал ходить с компасом адрианова пока один из моих подписчиков не напомнил об этом замечательном компасе я вспомнил что где-то в гараже в отцовском он у меня находился раскопал порылся и нашел его и спасибо вам что вы мне о нем напомнили иначе так бы он наверное пролежал еще дальше кстати поставлялись они в герметичных вакуумных пакетах что обеспечиваю полную сохранность в любых погодных условиях и условиях хранения компас не размагнитился нигде ничего не пострадало то есть он практически в идеальном состоянии в итоге отставил я свой старый добрый компас адрианова и теперь буду ходить исключительно с мк-1 потому что на мой взгляд я считаю этот компас заслуживает куда большего внимания чем его старший брат и я бы даже сказал большинство современных аналогов вот и давайте сейчас изучим его детальнее в отличие от компаса адрианова мк-1 уже претерпел значительные изменения и первое это его размеры он стал несколько меньше а значит компактнее нейлоновый ремешок на мк-1 уже имеет вот такую вот подкладку из кожи в отличие от тоненького ремешка на компасе адрианова это позволяет без каких-либо проблем закрепить мк-1 на руке и носить его на запястье впрочем на руке я компас не ношу поэтому ремешок этот я снимаю и продеваю сюда шнур для ношения его на шее ну я считаю что так удобнее и в принципе он всегда под рукой в отличие от компаса адрианова где стрелка находится в свободном движении мк-1 это уже жидкостной компас магнитная стрелка находится в незамерзающей жидкости внутри корпуса что повышает точность ее показаний и ускоряет ее стабилизацию в направлении северного магнитного полюса то есть эта жидкость значительно снижает колебания самой стрелки вот и давайте предлагаю сразу для наглядности сравним как стабилизируется стрелка в компасе адрианова мк-1 для сравнения оба компаса как насколько быстрее будет стабилизироваться стрелка откладываем подальше адрианова берем мк-1 всячески тому покрутили поболтали все стрелка тут же дома вот у нас с вами север откладываем мк-1 берем адрианова отпускаем арикир опять же тоже его вот так покрутили поболтали все стрелка папаш раз пошла сразу болтаться и так она будет болтаться довольно долго я вот обычно поджимаю чуть-чуть ориентиром чтобы она успокоилась побыстрее ну вот таким образом то есть вот еще раз да покрутили поболтали стрелка сразу дома здесь живот отпустили она начинает колебаться вот вам в принципе основное отличие жидкостного компаса от воздушного и почему на мой взгляд именно жидкостной компас для туризма все-таки более удобней у мк-1 в отличие от компаса адрианова уже отсутствует аритир то есть это вот этот стопор стрелки ну компас жидкостной поэтому конструкторы посчитали что стрелка и так довольно стабильно находится в жидкости хотя на мой взгляд может быть и стоило бы аритир оставить корпус мк-1 изготовлен из довольно прочного пластика на обратной стороне корпуса наносился его индивидуальный порядковый номер который далее записывался в специальный журнал при выдаче на руки воинских частях таким образом каждый конкретный экземпляр компаса был закреплен за определенным военным что позволяло уже значительно легче в случае необходимости установить личность военнослужащего лимб компаса имеет традиционную разметку шкалы в градусах с ценой деления 5 градусов также дополнительно нанесена оцифровка в тысячных через каждые 500 тысячных вообще давайте вкратце может кто не знает все-таки поясню что такое тысячные для чего они служат то есть это принятое в артиллерии единица меру углов применяемая в артиллерийских стрелковых угломерных приборах грубо говоря тысячная служит артиллеристом для наведения орудия на цель или корректировки для ведения огня из закрытых позиций кстати также тысячные используются и в снайперском деле для туризма же разметка в тысячных позволяет приблизительно определить дирекционный угол на цель однако как правило большинство туристов тысячными не пользуются и ведут отсчеты в привычных градусов но так как компас все-таки военного образца тысячные здесь также присутствует и теперь пожалуй самое главное вот за что я люблю оба этих компаса также как и компас адрианова mk1 имеет вот такое вот визирное кольцо с мушкой и целиком эти приспособления служат для определения азимута или дирекционного угла и последующего движения к заданной точке с довольно высокой точностью я уже в своих фильмах по ориентированию неоднократно показывал как это делается но давайте освежим с вами память я вам сейчас покажу наглядно как пользоваться мушкой и целиком и так допустим вы подготовили ваш маршрут составили его план начальная точка маршрута какая-то промежуточная и конечная нам требуется двигаться отсюда вот в эту точку для этого кладем компас север совмещаем с нулем ориентируем карту по северу ставим компас центром на точку входа и проворачиваем визир мушкой ровно на нашу с вами вот эту точку на этот азимут азимут составляет 330 градусов как нам двигаться к точке поворачиваем мушку ровно от себя вот под прямым углом чтоб смотрела далее крутимся вместе с компасом до совпадения стрелки со штрихом то есть вот север до штрих с нулем поднимаем компас и смотрим через мушку через целик на мушку куда указывает ну вот там вот вот какое-то дерево замечаем допустим впереди и начинаем двигаться туда к выбранному вами объекту я дошел к ближайшему объекту которые я наметил через мушку и целик это береза в данном случае вообще вот принципе по лесному массиву где-то по прямой двигаться в принципе невозможно поэтому сверяться и корректировать ваш маршрут по мушке и целику то есть в данном случае к нашим ну моим 330 градусов двигаясь к этому азимуту нужно где-то каждые полчаса опять же так же как я вам показал покрутились до наметили через помушки идете выбрали какой-либо объект нам насколько возможно более удаленный от вас это может быть какое-то дерево поваленное какое-то бревно там неважно идете к нему и так далее подробнее о том как ориентироваться и в том числе и ходить по азимутам с помощью карты и бумажной карты и компаса я уже снимал на канале есть ссылочка обязательно в описании изучайте там я очень детально обо всем этом рассказываю это вот одно из преимуществ визира с мушкой и целиком то есть по карте взяли азимут на вашу точку и дальше опять же с помощью мушки и целика двигаетесь по каким либо приметным объектом продвигаясь к вашему дирекционному углу но это еще не все сейчас я вам покажу как с помощью опять же визирно вот этих приспособлений вернуться из леса в точку откуда вы в него заходили погнали допустим вот вы собрались идти куда-то за грибами в лесной массив вот сейчас вот я стою тут грунтовка передо мной сзади меня лес я собираюсь идти вот туда вот в лес за моей спиной для того чтобы установить азимут точки входа в лес на которую потом вернетесь мы крутим компас сам компас до совпадения стрелки севера с нулем с этим штрихом далее вот так вот проворачиваем мушку ровно от себя опять же вот чтобы она указывала нас ровно от себя и теперь зафиксировали вот этот азимут он у нас с вами составляет сколько там 150 но 152 градуса до 153 градуса дальше все компас можно прятать в карман в рюкзак вешать его сына шею и установив этот азимут 153 градуса мы теперь знаем что это азимут возврата еще раз мы уходим не куда-то туда вот а уходим в лес за нашей спиной все убрали компас и пошли по своим делам теперь друзья вот мы с вами погуляли в лесу захотели вернуться обратно к нашей точке входа нет вопросов достаем компас и опять же так же как я вам показывал при движении к азимуту мушкой от себя крутимся вместе с компасом до совпадения стрелки с нулем вот она совпала ведь как быстро да все-таки жидкостной и смотрим через мушку и цели куда нам двигаться вот принципе вот это место откуда я входил в лес вот ну видно я недалеко просто ушел сейчас вот видно вот так грунтовка там и проходит допустим если вы все-таки решили уйти не в лес за спиной а куда-то туда наоборот то обратно возвращаться вам нужно будет уже по соответственно по обратному азимута и для этого здесь предусмотрены вот такие метки то есть обратный азимут нашему да вот это 153 градуса он там 330 с хвостиком 331 градус и двигаться вам нужно будет по тому же принципу но уже вот на этот азимут таким образом вы как бы вернетесь опять же к этой же точке входа ну то есть вот ребята это я вам рассказал как можно использовать визирс мушка и целиком для движения к нашим с вами азимутом то есть на мой взгляд очень удобно эти приспособления вообще я снимал такой довольно объемный материал по ориентированию с помощью компаса и без компаса ссылочка обязательно в описании в частности там я хожу ну правда даст своим старым компасом адрианова армейским не переживайте он не радиоактивный он 1986 года выпуска есть у т.к. с коробочкой так что все в порядке но не не суть принцип такой же там те же самые мушка и целик и я там довольно детально все это разжевываю обязательно изучите кстати я вот заметил ребят что у большинства современных компасов почему-то отсутствует вот это визирное кольцо с мушкой целиком а используется обычная колба на мой взгляд вот эти приспособления куда более удобнее для ориентирования и хождения по азимутам но не знаю может быть я что-то недопонимаю в этих современных компасах туристических вы подскажите кто разбирается оставьте комментарии будет интересно почитать и раз уж у нас с вами речь зашла о современных компасах скажу вам так я понятия не имею какие сейчас делают жидкостные компасы но за вот этот мк-1 я ручаюсь все-таки это армейский компас а это подразумевает его использование в довольно жестких полевых условиях с различными температурными режимами погоды и так далее жидкость вот это она не замерзает и выдерживает низкие отрицательные температуры сам корпус герметичный ничего воздух вовнутрь никакой не проникает и соответственно жидкость никуда не выливается ну вообще он такой ребят простой и надежный то есть все как мы с вами любим и да вот эти вот извечные споры что же лучше все-таки обычный воздушный компас или жидкостной я вам скажу так ребят вот в отличие от компаса адрианова нет я нисколько не принижаю его достоинства этого замечательного компаса все-таки мк-1 жидкостной компас для туризма подходит лучше стрелка стабилизируется намного быстрее точность выше впрочем вам никто не мешает и самим проверить взять этот компас и походить с ним я вас уверяю что разницу вы почувствуете и поймете что все-таки в туризме жидкостные компасы более практичнее и теперь самое главное ребят многие из вас слышали наверное что компаса адрианова является радиоактивными то есть многие слышали но почему-то далеко не все изучали этот вопрос детальнее давайте с ним разберемся подробнее и действительно на отдельные элементы компаса адрианова такие как стрелка штрих нуля метки вот эти мушки и целика точки востока и запада наносилась краска в составе которой содержался радией 226 что позволяло светиться этим элементом в темноте сам корпус компаса адрианова не герметичный и это могло способствовать проникновению этих радиоактивных ну радиоактивной пыли наружу однако все эти образцы с радием компасов адрианова были выпущены до 1970-х годов после семидесятых от ради отказались и в качестве краски стали уже использовать безопасный люминофор поэтому все компасы выпущены после 1970 года абсолютно безвредны правда загвоздка кроется в том что если вы все-таки собрались себе приобрести компас адрианова то отличить образец до 1970 и после будет абсолютно невозможно все они выпускались для армейского использования в железном корпусе и не имеют абсолютно никаких отличий определить наличие радио можно лишь с помощью дозиметра который далеко не у каждого простого обывателя присутствует но есть один нюанс компаса адрианова выпускались двух исполнениях это как я вам уже говорил для армейского использования в железном корпусе и для гражданского для туризма в пластмассовом так вот все компасы выпущены именно для гражданского использования в пластмассе они абсолютно безвредные то есть не радиоактивные материалов на ю тубе отснято довольно много где сравнивается с помощью дозиметра оба варианта компасов адрианова на один из таких фильмов я ссылочку оставляю в описании где автор показывает наглядно с помощью дозиметра опять же сравнивает армейский компас и гражданский тоже касается нашего с вами mk1 то все светящиеся элементы в нем имеет абсолютно безвредную краску не содержащую никакой радиации то есть при выборе вам уже не придется ломать голову какой брать в заключение друзья могу сказать что в современное время технологии позволяют обычному туристу путешественнику использовать средства глобального позиционирования такие как gps трекеры навигаторы смартфоны и таким образом обычные аналоговые компасы бумажная карта потихоньку отошли на второй план многие стали пренебрегать обычным компасом и бумагой но пережитки прошлого раритет мол воротит нос даже как-то однако любой опытный таежный походник да и просто турист увлекающийся туризмом бушкрафтом каким-то скажет вам так что обе эти вещи помимо электроники у них всегда будут под рукой потому что вне зависимости от заряда батареи или там приема сигналов эти две вещи абсолютно автономные всегда будут служить для подстраховки то есть вот эта самая автономность то есть независимость от источников питания приема каких-то сигналов делает эти вещи незаменимыми в вашем походе и как правило как еще раз вам скажу всегда используется обычно совместно со всякими там теми же gps трекерами и так далее более того я вот считаю что скажем построить маршрут или даже передвигаться где-то по азимуту с помощью компаса и бумажной карты куда удобнее чем потому же gps навигатору ну не надо ничего доставать включать что-то там смотреть листать и так далее компас всегда под рукой ты идешь по мушки целику а по бумаге все-таки провести линии построить маршрут это тоже как бы ну как-то удобнее нагляднее но это лично для меня так так что мой вам совет друзья никогда не пренебрегайте двумя вот этими вещами бумажной карты и компасом изучайте обязательно материалы по ссылочке в описании постарайтесь также передать навыки по ориентированию с помощью бумаги и компаса вашим детям они еще потом вам обязательно за это скажут спасибо ну что ж друзья я заканчиваю надеюсь вам было интересно узнать об этом замечательном компасе спасибо что смотрели большущей вам удачи удачных вам походов удачного вам ориентирования ну и пока увидимся